Армяне не станут сносить памятник НЖД, но Москва не забудет об этом. Если в какой-то момент Пашинян начнет играть в СС, как это делал Сарксян, и будет препятствовать решению Карабахского конфликта, Москва может оказать давление. Для армян НЖД герой не меньше, чем полководец Баграмян, и пока ничто не предвещает того, что его памятник в Ереване снесут. Об этом сказал российский политический аналитик Кемран Гасанов. По его словам, во время визита в Ереван в ноябре Лавров эту тему, по крайней мере, публично не подымал. Это говорит о том, что несмотря на недовольство отдельных сегментов российского общества и элиты, МИД России не готов обострять отношения из НЖД. Другое дело, когда памятник коллаборационистам стоит на территории России. Здесь власти должны предпринимать меры. Я думаю, Лаврова и руководство России вовсе не радует, что на постсоветском пространстве стоят памятники таким людям, как Бандера, НЖД и т.д. Но учитывая взаимопереплетенность, Москва не будет усугублять существующее недоверие с Ереваном, отметил наш собеседник. Гасанов подчеркнул, что это не значит, что про НЖД забыли. В нужный момент об этом могут вспомнить. Я думаю, что отношения с Ереваном могут испортить не разногласия по поводу памятника, то есть идеологические моменты, а два более важных вопроса. Карабах и евроинтеграция. Если в какой-то момент Пашинян начнет заигрывать с ЕС, как это делал Сарксян, и будет препятствовать решению карабахского конфликта, то Москва может оказать давление. В более мягкой форме, повысив цены на газ, в более жесткой, закрыв глаза на возможную новую операцию со стороны Баку, отметил эксперт. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok